Арктические конвои В результате которых десятки кораблей шли ко дну вместе с грузом и людьми Огромный вклад в бесперебойную работу полярных конвоев внес Николай Михайлович Харламов Советский адмирал, дипломат и военный атташе при посольстве СССР в Великобритании Именно ему посвящена выставка, открывшаяся на борту атомного ледокола «50 лет победы» Для нас, семьи потомков адмирала, это большая честь Потому что это первая в истории выставка, которая открывается на настоящем ледоколе Тем более на таком мощном и тем более выставка пройдет путь отчасти, которым ходили оптические конвои Это очень символично Выставка PQQP – секретная миссия адмирала Харламова, подготовленная его семьей В экспозиции представлены фотографии, личные вещи, секретные документы и протоколы заседания британского адмиралтейства Вот адмирал Харламов, вот адмирал Харламов, и это статьи, как раз посвященные арктическим конвоям После трагической гибели конвоя PQ-17 в июле 1942 года англичане закрыли программу арктических конвоев Но убедительная речь Николая Михайловича в британском парламенте заставила союзников пересмотреть свое решение Следующий конвой стал самым большим и самым охраняемым 39 грузовых судов при поддержке нескольких групп военных кораблей и авианосца 2 сентября 1942 года отправились в Архангельск Всего за годы Второй мировой войны с Северными морями прошли 78 конвоев Почти 1400 кораблей в тяжелейших условиях доставили в СССР более 4 миллионов тонн стратегических грузов и гуманитарной помощи Татьяна Куфенко, Всеволод Краснов, Виталий Попков, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова